Конечно, любые сравнения в мире искусства, они обречены на то, чтобы очень быстро стать штампами, навязнуть на зубах, но иногда они очень много говорят о творчестве того или иного художника. Вот, например, Машкова, знаменитого русского живописца, называли русским гогеном. А все потому, что он часто бывал в доме у Сергея Щукина, доме на знаменке, который таким своеобразным музеем современного искусства того времени стал. А кто еще там бывал? Вот сейчас мы узнаем об этом у Татьяны Витальевны Юденковой, российского искусствоведа и заведующего отделом живописи второй половины 19-го начала 20-го века Государственной Третьяковской галереи. Татьяна Витальевна, добрый день, рада вас приветствовать в нашем эфире. Я вот назвал имя сейчас Ильи Машкова, но ведь не только он бывал в доме Щукина на знаменке. Как это вообще все происходило? Все-таки такая уникальная возможность у художников была познакомиться с творчеством их современников, знаменитых, в режиме реального времени практически. Ну, конечно. И, собственно, все ведущие русские художники, начиная с момента коллекционирования Щукиным с конца 90-х годов, 19-го века, посещали его коллекцию, они были приглашаемы. И, так сказать, несколько поколений художников посещали его особняк на знаменке. И сохранилось достаточно много воспоминаний. Правда, многие из них достаточно комичные, потому что все были абсолютно шокированы. То есть вообще трудно найти, наверное, мемуариста, который бы не описывал и чудаковатого Сергея Ивановича Щукина, и свое восприятие, свое понимание, свое видение, и свое сильнейшее ошарашивающее впечатление, полученное от Матисса, Пикассо. И в этом смысле, конечно, это невероятно интересно. Из таких более спокойных, наверное, реакций художественных, может быть, было воспоминание Переплетчикова, когда он уже в начале 20-го века попадает в коллекцию Щукина, она еще не была тогда общедоступной. Он писал о том, что его поразили картины Клода Мане, и они воспринимались как окно, распахнутое в мир Нормандии, свежего воздуха, напоенного ароматом зелени, цветов и так далее. А вот уже более поздние посещения особняка Щукина, допустим, Серов, реакция Серова описана в воспоминаниях Леонида Пастернака, когда они пришли в особняк Щукина, и он, так сказать, так с хитрецой, смотря на них, отодвинул занавес и показал им работы Поля Гогена. Ну и вот, собственно, тогда Леонид Пастернак произнес слова Щукина, которые, может быть, стали байкой, а, может быть, и действительно взаправду звучали, а, может быть, Щукин их не раз повторял, когда к нему приходили его гости, сумасшедший создал, сумасшедший купил, да, с таким характерным очень заиканием. Ну вот такого рода истории, конечно же, много. А поколение Машкова, поколение авангардистов, дерзких, нахальных, оно, так сказать, было приглашаемо Щукиным. С восьмого года особняк на Знаменке был, ну, открыт, да, и Щукин приглашал специально группы из Московского училища живописи военной и зодчества, и я думаю, что все, кто хотели, все, конечно же, бывали у Щукина и не один раз, и среди них и был Иларионов, и Родченко, и Малевич, и Татлин, и многие-многие другие, но это я говорю про московских художников, но, конечно же, и петербургские художники. И вот была недавно выставка в Русском музее «Союз молодежи», и, так сказать, тоже было понятно, что были организованы такие походы художников, членов вот этого объединения в особняк Щукина на Знаменке, и, так сказать, реакция художников, их восприятия невиданного, новейшего, остро-радикального искусства, которое собирал Щукин, оно, естественно, сразу же отражалось на их экспериментах, на молодых экспериментах авангардистов русских. Спасибо вам огромное, Татьяна Юденкова, российский существовед, заведующим отделом живописи второй половины девятнадцатого начала двадцатого века Государственной Третьяковской галереи у нас в прямом эфире.